Здравствуйте! Вы смотрите новости на МТРК. В студии работает Дарья Башмынцева. Сегодня вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ближайшие сутки будут идти осадки, снег и дождь. Продолжится разрушение ледяного покрова. 5 апреля столбик термометра ночью поднимется до 5 тепла. Местами будет 3 мороза, днем от 0 до плюс 5. Ожидается туманный ветер до 20 метров в секунду. Шесть населенных пунктов Есильского района находятся в зоне возможного подтопления. Ежегодную угрозу там представляют озеро Большой Тарангул и река Есиль. За последние сутки зафиксировали значительное увеличение уровня воды. Как местные власти подготовились к борьбе со стихией, расскажем в следующем сюжете. Сейчас Есильцы пристально следят за озером Большой Тарангул. Воды в нем с каждым днем становится все больше. На гидропосту, который расположен в селе Корнеевки, ее уровень составляет 300 сантиметров, что на 14 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Связано с тем, что в течение зимы осуществлялся сброс воды с озера Малый Тарангул в районе Шавакын. Но если судить по предыдущим годам, самый основной пик у нас в прибрежной зоне подверглись подтоплению 3 дома. Это в 2016 году. В данный момент сейчас эти люди переселены. И как таковой угрозы населению в черте села Корнеевка подтопления никакой нет. Проходит через район и река Исиль. По данным сотрудников медиапоста в селе Покровки, уровень воды здесь составляет 185 сантиметров. Однако в зоне риска совсем другие населенные пункты. Это Чириковка, Алка, Караагаш, Гурьяновка, Николаевка и Новоузенка. При худшем сценарии вода может зайти в 23 дома. Мурат Нурушев не понаслышке знает, что такое паводок. Два года назад ему уже приходилось спасать свое имущество. В позапрошлом году мы увидели, что такое вода, что такое наводнение. Вода зашла в дом даже, 15 сантиметров от пола, выше пола было. Это страшновато было, конечно. Впервые мы такое видели. А в этом году как такого нету опасности. Потому что благодаря Акимату, нашему районному Акимату, с усилиями МЧС, заранее вот это все было сделано дамбы, предупреждены, где вот эти трубы все были очищены. На предупреждение и ликвидацию ЧАЭС из районного бюджета выделили 1 миллион 633 тысячи тенге. Чтобы не допустить подтопления домов, заблаговременно проводили укрепление защитных земляных валов. Капитально отремонтировали водопропускную трубу на дороге областного значения Покровка-Карнеевка-Горная. Запасли инертные материалы – песок, глину, шлак и щебень. Во всех населенных пунктах разработаны планы эвакуации населения и домашних животных. Определены места загона домашнего скота и места эвакуации населения. Во всех сельских округах заключены договора намерения и меморандумы на представление инженерной и эвакуационной техники. Будет представлено свыше 100 единиц техники, куда входят трактора, автобусы, микроавтобусы, краны, камазы и другие грузовые автомобили. Также заключили 36 договоров на услуги – поставку продуктов питания и предметов первой необходимости. Пик паводка в Исильском районе ждут в третьей декаде апреля. Кристина Юсичева, Новости МТРК. Помогли решить проблему. 29 марта на нашем телеканале вышел сюжет под названием «Жизнь за забором». Корреспонденты МТРК рассказали о проблеме жильцов шести домов, расположенных на пересечении улиц Астана и Брусиловского. Осенью прошлого года возле них установили высокий железный забор. Такое ограждение принесло горожанам немало проблем. Место здесь для себя облюбовали бомжи. Колонки не могли подъехать машины к изолжарству и коммунальных служб. Да и просто в дома не попадал солнечный свет. В городском отделе ЖКХ жильцам запретили самостоятельно убирать забор. В решение проблемы пришлось вмешаться главе региона. На своей странице в фейсбуке Кумар Аксакалов написал, что поручило руководству Петропавловска убрать металлическое ограждение. С приходом весны от снега обнажаются городские улицы. К там, где еще вчера были сугробы, сейчас лежит прошлогодний мусор. По словам стражей порядка, особенно остро эта проблема стоит в частном секторе. Там жители выбрасывают строительные и бытовые отходы, нечистоты и залу. Полицейские напоминают, что за несублюдение порядка на территории, прилегающей ко двору, нарушителям придется заплатить штраф. За 2019 год выявлено 748 административных правонарушений, из которых 28 правонарушений оштрафованы. 720 правонарушителей предупреждены. Также за данное нарушение идет по 7505 предупреждение. На физических лиц в размере 20 МРП вносится административный штраф. На субъектах малого предпринимательства или некоммерческой организации в размере 30 МРП. Больше 200 тысяч кубометров. Столько воды с начала весны откачали специалисты очистных, водоотводных и водопропускных сооружений. В арсенале коммунального предприятия 11 единиц спецтехники. По городу работают 6 аварийных бригад. В четверг из-за обильных осадков они трудились в усиленном режиме. В первой половине дня коммунальщикам поступило более 50 заявок от петропавловцев. На выездах побывала и наша съемочная группа. Вот вода, огород это у меня. Вот тут посажено морковь, вот тут чеснок. Вот это все в воде, оно долго будет. В своем огороде Иван Галиян летом и осенью собирает урожай. Весной борется с водой. Участок топит, пятый год. А еще подмывает фундамент дома. Пенсионер считает, что виноват сосед. У него забилась ливневая канализация. Но чистить трубу он не хочет, говорит Иван Галиян. На этой неделе коммунальщики уже трижды приезжали на помощь пенсионеру. Только вышел, приехали и помогли маленько. А как дальше будет, не знаю. Позавчера приехали, откачали две бочки, четыре бочки, увезли. Вчера то же самое. У дома Ивана Яковлевича, который находится на улице Побелянского в рабочем поселке, воду откачивает осенизатор. Емкость такой спецтехники вмещает в себя почти четыре тонны. В четверг, в первой половине дня, специалисты очистных, водоотводных и водопропускных сооружений приняли больше 50 заявок. С начала весны их было около тысячи. На все звонки коммунальное предприятие старается реагировать оперативно. На сегодняшний день откачано более 210 тысяч кубов. Сейчас работает шесть аварийных бригад, созданные на базе предприятия. Это две ночные смены и четыре бригады в дневное время. 11 единиц спецтехники. И все работают по городу. А еще в рабочем поселке установлены мотопомпы. На улице Украинской их две. Работают они круглосуточно. Конкретно такой агрегат в час качают до 60 кубометров воды. По городу воду качают 10 установок. В арсенале коммунальщиков есть и более мощные мотопомпы. Час они откачивают до 300 кубов воды. Их используют в паводковый период. Дарья Пашмансова, Дельнур Жанов, Новости МТРК. Хотите заявить о себе или своем бизнесе? Разместите свою рекламу в новостях на муниципальном телерадиоканале. Мы работаем в эфире 20 лет. Нас смотрят. Нам доверяют. Нас выбирают. Центр развития речи Елены Петровой представляет новое направление коррекционной работы. Биоакустическая коррекция. Процедура, при которой мозг слышит и лечит себя сам. Метод хорошо себя зарекомендовал в коррекции различных нарушений речи, поведения и обучения. Адрес Горького, 172, бывшая гостиница «Восход», телефон 46-08-73. Приемы терапевта и педиатра. При необходимости оформление листа временной нетрудоспособности. Центр семейной медицины «Панацея». Телефон 501-505. Мы продолжаем выпуск. В прошлом году в Третьей городской поликлинике появилась электронная регистратура. В большинстве больниц города давно внедрены электронные амбулаторные карты. Это помогает снизить очереди и искоренить коррупцию. Какие еще нововведения ждут северказахстанцев, расскажет Татьяна Есельская. К Третьей городской поликлинике прикреплены больше 70 тысяч человек. Ежедневно за медицинской помощью сюда обращаются сотни петропавловцев. Для удобства пациентов и экономии времени с прошлого года в пилотном режиме запустили сервис электронная регистратура. Чтобы записаться на прием к врачу, не нужно стоять в длинных очередях. Заместитель Акима области отметил, что такие изменения также помогут искоренить бытовую коррупцию. Как мы можем видеть, по итогам обратной связи повысит удовлетворенность наших жителей к клиентским услугам именно здесь. И плюс цифровизация помогает снизить какие-то барьеры, которые раньше были как-то 0,86-0,83 форма. Подделание больничных листов, благодаря возможности перепроверки работодателя не только путем запроса, но автоматически путем сканирования этих документов. А еще IT-специалисты разработали приложение СКО Мед. Благодаря ему больные могут записаться на прием к врачу, вызвать его на дом и посмотреть, в какой аптеке находится нужное лекарство. Таким приложением уже пользуются больше 6 тысяч североказахстанцев. За результатами анализов можно не ходить в поликлинику. Эта функция тоже есть в приложении. Все данные находятся в личном кабинете. Вы приходите сюда непосредственно в поликлинику, обращаетесь либо в регистратуру, либо к старшим медсестрам, для того, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете. С удостоверением личности обязательно подходите. В дальнейшем там будет открываться амбулаторная карта пациента со всеми анализами, со всеми приемами. То есть, если, к примеру, вы переедете в другую область или еще куда-то, бумажных карт уже не будет на руках, вы сможете с собой перенести в этом личном кабинете всю информацию о себе, о своем здоровье. Через несколько недель в онлайн-режиме можно будет оценить качество медицинских услуг и работу врачей. Рядом с кабинетом каждого специалиста будет установлен персональный QR-код. А сканировав его, пациент сможет оценить работу специалистов по пятибальной шкале. Пока только по трем показателям – время, качество и вежливость обслуживания. Такое нововведение поможет повысить уровень оказываемых услуг. Татьяна Исельская, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. К другим темам. Профессия будущего. Сейчас программисты на рынке труда – одни из самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов. В нашей области компьютерных гениев готовят во дворце школьников. И весьма удачно. Трое воспитанников юниор-кода стали призерами на престижной Олимпиаде. В ней участвовали 52 школы из стран СНГ. Чем юные умы удивили московское жюри, знает Эгири Мукашева. Думаете, компьютер мешает детям развиваться? Эти маленькие гении убедят вас в обратном. Воспитанники школы программирования юниор-код уже умеют писать простые программы. Могут даже создать компьютерную игру. Открылась школа в ноябре. Сейчас азы программирования изучают около 80 петропавловских мальчишек и девчонок от 5 до 13 лет. В школе занимаются программированием, визуальным программированием. Что это такое? Это начальная ступень перед тем, как ребята начнут осваивать какую-то взрослую программу, взрослое программирование. То есть оно состоит из блоков. Блоки складываются как пазлы или как конструктор лего. На основе вот этих вот простых блоков мы уже с ними проходим и отрицательные числа, и координаты, и мы проходим беременные. То есть те величины, которые будут затрагиваться в старших классах, они уже проходят сейчас, будучи вторые, третьи, четвертые классы в школе. И вот их первые достижения. Из нескольких сотен проектов 52 школ стран СНГ, три работы североказахстанского филиала юниор-кода заняли призовые места. Программа Платона Рыхликова больше похожа на увлекательную игру. Пришельцы решили украсть все звезды Солнечной системы. Земляне узнали об этом. Они прострелили специальную защелку в багажнике у инопланетных захватчиков. И багажник раскрылся, и все звезды выпали. И заодно прострелили мотор, и они остались просто летать в космосе. И собрал сюжеты из всех фильмов «Звездных войнов», «Старт-трека». И немного исказил, и у меня получилась данная идея. Всеми персонажами можно управлять. Каждый шаг и действия прописаны в программе, рассказывает Платон. Все учтено до мелочей. Такой подход жюри оценило. Мальчику присудили третье место. Серебро у Сергея Присягина, но в другой возрастной категории. Спутники заметили метеорит, который приближался к Земле. Отправили туда ракету, которая, когда прикасалась, она разбиралась, а потом, когда отлетала, собиралась назад. Было интересно создавать проект. Кто сказал, что программирование – мужское увлечение? Семилетняя Вероника Паничук даст фору любому мальчишке. Главное – любить свое дело всем сердцем и пристально следить за каждой буквой в программе. Делится секретом маленький компьютерный гений. На планетане зеленые захватили планету. А другой космонавт на этой планете, на ракете, узнал. Подлетел на эту планету, потом позвал на помощь. Прилетел другой космонавт. Этот космонавт помог другу. Он сказал, исчезните, и они исчезли по моему желанию. На Олимпиаде Вероника заняла первое место в младшей возрастной категории. Ей подарили 3D-ручку. Сергею Присягину за второе место вручили электронный конструктор. Платону – зарядное устройство. Не оставили без призов и тех, кто прошел отбор, но призовое место не взял. Желающих показать свой проект в Северном Казахстане было немало. Из 80 детей отобрали пятерых. Айгири Мукашева, Жодозбекир Муканов, Новости, МТРК. Руководители госучреждений Северного Казахстана переезжают на первые этажи. Кабинеты начальства должны быть доступными. Такую идею продвигают в проектном офисе Казалжара Далды Калане. Свои рекомендации направляют директорам школ, колледжей, главврачам и другим руководителям. Одним из первых инициативу поддержали в казахской школе-гимназии. Родители – частые гости в кабинете директора школы. Раньше, чтобы попасть на прием к Булбу Лахмади Казе, приходилось подниматься на третий этаж. Но теперь ее рабочее место на первом, рядом с входом. К тому же нет и секретаря. Так меньше барьеров. Старый кабинет Булбу Лахмади Казе заняли завуч по воспитательной работе и вожатая. Родители обращаются часто. Это вопросы питания, успеваемости, дополнительных занятий и секций. Чаще всего они приходят во время пересменки в обед, когда цена – каждая минута. Теперь не нужно искать мой кабинет по школе. Только в четверти североказахстанских школ кабинеты директоров не на первом этаже. Кстати, переезжать будут не только руководители учебных заведений, но и других госучреждений. Если это будут позволять площади. А Акимат Коротальского района Алматинской области пошел еще дальше. Там убрали стены и перешли на open space. Сотрудники сидят за стеклянными перегородками, в том числе и Аким города Уштубе. Чиновники используют и другие способы, чтобы стать ближе к народу. В нашем департаменте также было инициировано предложение государственным органам. Это начиная от районов, сельских округов, заканчивая городом. Государственным органам первым руководителем создать свои личные страницы на фейсбуке. Сейчас мы являемся свидетелями того, что социальные сети имеют безграничные возможности донесения какой-либо информации для властных структур. Это то поле, где любой гражданин может высказать свое мнение. Вместе с тем, государственные органы могут успешно все эти проблемные моменты мониторить и уже оперативно реагировать. Сегодня аккаунты в фейсбук имеют почти все руководители и госорганы. Не обязательно иметь их в списках друзей. Достаточно написать информацию и поставить теги, то есть отметить их. Это обязывает на обратную связь. Жан-Сулут Астемирова, Адиль Нуржанов, Новости, МТРК. К другим новостям. Особенные дети тоже могут быть одаренными. Уже в 14-й раз в Петропавловске проходит областной этап международного фестиваля детского творчества «Жул-де-Зай». Более 80 талантливых ребят будут бороться за выход в финал, который пройдет летом в нашей столице. Моя коллега Татьяна Исельская пообщалась с юными дарованиями. Областной этап международного фестиваля детского творчества в самом разгаре. Остаться равнодушным просто невозможно. Если пока это невысокое искусство, то уж точно будущее казахстанской культуры. «Жул-де-Зай» – единственный в стране фестиваль для детей с ограниченными возможностями. Они не показывают, насколько им сложно. Сегодня на сцене зажигают особенные звезды. По цветам софитов и громкие овации на сцене выступают маленькие североказахстанские звездочки. Владислав Добыш в «Жул-де-Зай» участвует уже несколько лет. Сегодня он исполнил композицию о маме. Это одна из его любимых песен. Владислав не только поет, он еще пишет рассказы. Издал уже больше 15 книг. Я беру такие социальные темы, допустим, о трудных подростках или о каких-то проблемах в мире вообще. Я люблю множество исполнять песен, но предположительно мой жанр – это лирические песни. И поэтому я исполнил песню про маму. Свои способности на этой сцене продемонстрируют больше 80 талантливых ребят. И только четверо из них пройдут в следующий этап творческого состязания. Фестиваль организовали в 2004 году в Астане. Но вскоре он стал республиканским. А с этого года приобрел статус международного. Ежегодно сотни одаренных ребят доказывают – ограниченные возможности не ограничивают их таланты. Цель данного фестиваля – как раз и вовлечение таких детей в творчество, чтобы они проявили себя как певцы, как художники, как вокалисты, как танцоры. И чтобы мы видели, что не просто норматипичные дети способные и талантливые, а и особые наши дети тоже обладают множественными талантами. Режиссеры, певцы, сурдопереводчики. Отобрать самых талантливых приехала команда профессионалов. Яркие костюмы и грациозные движения. На сцене младшая группа ансамбля «Сенситив» танцуют глухие дети. Музыку чувствуют по вибрации пола, а еще художественный руководитель всегда рядом. Мы работаем, много репетировались. Были много находок в Алматы. Победили первое место. Мне нравится танцевать. Репетиции у нас проходят в школе. Хочу в будущем ездить по разным городам и странам, как наша старшая команда «Сенситив». Они наши кумиры. Заключительный тур конкурса пройдет в Нур-Султане в конце мая. А в первый день лета организаторы обещают провести большой галоконцерт с участием звезд казахстанской эстрады. Татьяна Исельская, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. В конце марта в Костанае прошел чемпионат страны по гиревому спорту среди юношей, молодежи и ветеранов. Честь нашего региона защищали 25 человек. Сверхазахстанцы заняли второе общекомандное место. Первое у хозяев чемпионата – костанайцев. В копилке нашей сборной – три золотые, восемь серебряных, а одна бронзовая медали. А еще команда вернулась с рекордом. Его установил мастер спорта международного класса Артем Головин. Он выступил в категории до 73 килограммов. На соревнованиях Артем за 10 минут 127 раз толкнул гирю весом 32 килограмма. Этот чемпионат был отборочным. В октябре его победители отправятся в Сербию на мировое первенство. Бойцы клуба смешанных единоборств «Орлан» стали призерами чемпионата Казахстана. В их активе одна серебряная и две бронзовые медали. Честь северного региона защищали пять спортсменов. С ними встретился наш корреспондент Илья Кудряков. Смешанный вид боевого искусства «Кудо» начал набирать популярность в регионе только два года назад, после открытия федерации. Сегодня североказахстанские бойцы достойно выступают не только на областных первенствах, но и громко заявляют о себе на республиканских. На чемпионате Казахстана, который проходил в марте и в октябре, честь региона защищали пять воспитанников клуба «Орлан». Трое стали призерами. В их активе одна серебряная и две бронзовые медали. Это было масштабное соревнование. Там присутствовали, участвовали практически многие города Казахстана. Очень сильная была конкуренция. Насчитывалось около 250 общего количества бойцов. И мы показали хорошие результаты. Никита Богданов в Актубе завоевал бронзу. «Кудо» занимается два года, и это не первая его награда. Результатом своим остался доволен. Говорит, что теперь будет тренироваться еще больше и на следующем чемпионате обязательно победит. Сначала занимался боксом, потом меня друг позвал идти на «Кудо». Мне понравилось. Я начал тут заниматься. Я хочу стать чемпионом мира, и я люблю драться. Всего в клубе «Орлан» занимаются 60 бойцов от 4 лет. «Кудо» включает в себя приемы каратэ, борьбы и тайского бокса. Этот вид спорта воспитывает характер и учит дисциплине. Я занимаюсь «Кудо», потому что нужно постоять за себя. В неделю мы занимаемся три дня. Одна тренировка – это полтора часа. Мы отрабатываем прямые удары, ноги, броски, лао. Сейчас бойцы готовятся к международному первенству, которое пройдет в России в апреле. По словам тренера, у наших спортсменов есть все шансы попасть в главную команду страны. Илья Кудряков, Жулдозбек Ермуканов, новости МТРК. 7 апреля во всем мире, начиная с 1950 года, отмечается День здоровья. Накануне этого праздника Молодежный ресурсный центр вместе с Департаментом общественного здоровья провели акцию «Я выбираю здоровье». Принять участие мог любой желающий. Под зажигательную музыку во дворце спорта прошла массовая зарядка. Провести активно свой досуг захотели около 50 человек. Это молодежь города и пенсионеры. Все они выбирают здоровый образ жизни. А после волонтеры вышли на улицы и провели еще одну акцию обменяя никотин на витамин. Каждый желающий мог получить вместо сигареты полезный фрукт. Жители города охотно приняли участие в этой акции. В настоящее время модно быть небольным, модно быть здоровым, заниматься физической культурой и спортом, правильно питаться, делать утреннюю зарядку. Поэтому мы призываем молодежь активно заниматься здоровым образом жизни. В апреле месяце мы планируем организовать боулинг для социально уязвимых слоев населения. Скучный апрель сменит праздничный май. У казахстанцев будет 11 выходных дней. 1 мая в среду в стране будут отмечать праздник Единства народа Казахстана. А 7 мая мы отдохнем в честь Дня защитника Отечества. Потом вся республика отпразднует День Победы. А чтобы уикенд был длиннее, принято решение субботу, 4 мая сделать рабочий. Тогда получится сразу 4 выходных дня – 9, 10, 11 и 12 мая. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. МТРК. Будьте всегда в курсе событий. Субтитры подогнал «Симон»!